Обзорватель BoxingNewsResult.com Тим Нельсон полагает, что Геннадий Головкин одержал бы уверенную победу над Андервордом, судя по недавнему поединку американца с Сергеем Ковалевым. Смотря поединок Ковалева и Уорда, у меня возникло отчетливое впечатление, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин был бы большой головной болью для Уорда, если бы стал его соперником. Я так считаю, потому что Головкин бы оказал безостановочное давление на Уорда на протяжении всех трех минут каждого раунда. Если вы видели его недавний бой с Кэллом Бруком, вы поймете, о чем я говорю. Головкин атаковал Брука в беспощадной манере с третьего по пятый раунд, пока тренер британца Доминик Ингл не выбросил полотенце. Уорд, очевидно, выше и тяжелее Головкина, но он не сильнее его. И что самое важное, он не наносит больше ударов, чем Головкин. Уорд все еще бьет как супер средний вес, а он никогда не был большим панчером в 168 фунтах. После боя я уверен, что Трипл Жи не только побьет Уорда, но и нокаутирует его. Другими словами, Головкин не дал бы судьям сказать что-либо в финале, так что там было бы мало шансов на спорное судейское решение. Вот причины, по которым Головкин побьет Уорда. Первое. Головкин бьет сильнее, чем Уорд. Второе. Мы бы увидели, как Головкин атакует Уорда беспрерывными ударами на протяжении каждого раунда. Если бы Уорд попытался переходить на борьбу, как мы видели в бою с Ковалевым, Головкин бы пригвоздил его ударами на ближней дистанции. Третье. У Головкина джеб и левый хук лучше, чем у Уорда. Все еще не ясно, встретятся ли когда-нибудь Головкин и Уорд друг с другом. Но если это произойдет, думаю, Геннадий выиграет нокаутом. Для этого боя Головкину нужно будет вычистить средний вес, встретиться с Дэниелом Джейкобсом, Билли Джессандерсом и Саулем Альваресом. Головкину нет причин бояться Уорда. Уорд не может жестко пробивать, и он, похоже, полностью зависит от своей левой руки, написал аналитик. В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания поединка между чемпионом мира в первом легком весе по версии WBO 28-летним украинцем Василием Ломаченко против экс-чемпиона мира в полусреднем весе 20-летним ямайцем Николасом Уолтерса. Первым на весы стал Уолтерс и подтянул на 58,7 килограмма. Стрелка весов для Ломаченко остановилась на отметке 58,9 килограмма. Напомним, что поединок Ломаченко и Уолтерс состоится завтра, рано утром в Лас-Вегасе. Тони Билю против Дэвида Хея 4 марта в Лондоне. Сегодня в Токио, Японии для поклонников Мэнни Пакияо состоялось знаменательное событие. Мэнни лично открыл свой боксерский зал в столице страны восходящего солнца. Это событие вызвал большой ажиотаж среди местных фанатов. Теперь любой японский парень сможет оттачивать здесь свое мастерство. Аналитик Fox Sport Джон Турнер в своем авторском программе GTA The Brin на одноименном радио выразил уверенность в том, что абсолютный бойцовский чемпионат UFC не сможет конкурировать с боксом в популярности в 2017 году. В следующем году нас ожидает отличные бои. Реванш Сергея Ковалева с Андре Уордом и бой, которого все ждут. Геннадий Головкин против Сауля Альвареса. Что им может предложить UFC, чтобы достойно конкурировать? Да попросту ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!